Боевики ИГИЛ На фото и видео задокументированы последствия таких налетов с множеством погибших и раненых. В организации говорят, российская авиация и асадовцы проводят зачистки. После нанесения удара еще один налет. В результате гибнут те, кто оказывает помощь пострадавшим. Сегодня начинается официальный визит в Украину глав МИД Германии Франка Вальтера Штаймайера и Франции Жанна Марка Эро. Дипломаты проведут встречи с высшим руководством нашей страны, обсудят ход реформ в Украине и урегулирование ситуации на востоке страны. В Боливии прошел референдум о выдвижении президента на четвертый срок. По предварительным данным, больше 50% жителей страны отказали Эло Моралесу в этом праве. Оппозиция считает, его правление до 2025 года может негативно отразиться на состоянии демократии в государстве. Сам президент, который занимает должность с 2006 года, утверждает четвертый срок, необходимому для завершения социальных реформ. В Боливии глава государства избирается на всеобщих выборах на пятилетний срок. В последний раз президентские выборы состоялись в 2014 году. На песенном конкурсе Евровидения Украину представит Джамала. Такой виток голосования зрителей и жюри после выступления шести финалистов. Напомню, в этом году Евровидение пройдет в Стокгольме в мае. На конкурсе певица представит песню «1944». Она рассказывает о трагической странице в истории крымских татар, депортации с исторической родины, организованной сталинским режимом. Продолжение следует... Продолжение следует...